Ну сколько там можно ходить, я уже не понимаю, но я её отправил с утра, уже ночь на улице, её до сих пор нет, она где-то ходит, ходит, бродит, бродит, я уже начинаю переживать то, что с ней что-то могло произойти, у нас просто в предыдущей серии тут проблемы некоторые появились, я просто не знал то, что в Майнкрафте всё так же работает, как в реальной жизни, у нас пчёлы все умерли. Да всё нормально! Я несу пчёл, так за мной, ребята, я несу пчели на маточное молочко, застряла пчела, застряла пчела, СОС, операция СОС, все на месте, раз, два, три, четыре, пересчитались, я несу пчёл, я, ааа, потерялась, ну-ка лови её скорее, бери поводок, поводок бери, забирай пчелу, скорее! СОС, что, как, как, ты, 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 четырёх, я тебе сказал, улей притащить, улей с пчёлами, ты зачем пчёл на поводке приволочила сюда? Как я тебе улей заберу? Ты что, дурачок? У меня шкирки нет на шёлковое касание! Ааа, ну-ка, так вот ты где день шлялась, да, ты всех... Отпускай, 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 отпускай! Ой, детишечки мои, новенькие девочки мои, любименькие, ну-ка, построились, выстроились, сейчас я вас всех почитаю, посмотрю, простите, что вас ударило в прошлой серии, я не хотела, вы же знаете, я путаю право-слево, всё, так, давайте цветочки собираем, кушаем быстренько, скоро спать ложиться будем. На самом деле, в предыдущей серии у нас возникли какие-то странные неполадки с этими пчёлами, они же укусили нас, точнее, меня, я их ударила, они меня укусили, а пчёлы-то умирают потом, когда они жалят. Ужалили они, укусили, ужалили. Блин, ну-ка. Ну вот, Катю ужалили пчёлы в предыдущей серии, оказывается, Майнкрафт это реальная жизнь, а реальная жизнь это Майнкрафт, когда пчёлы кого-то жалят, спустя одну минуту они умирают. Как случилось и в Майнкрафте, реально. Вот, Элеонора, Мустафа, или как я там... Элеонора, Епифасия, Ефанасия, как-то так, и звали, я уже не помню, а слишком просто много детей, я не помню все имена. Вот, и они умерли, оказывается, в предыдущей серии, поэтому я Катю отправил за поисками новых пчёл, и она их вот сейчас притащила сюда. Это было не трудно, на самом деле, я такая прихожу, говорю, так, ты, 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 собирайтесь, вы уходите оттуда. Они такие, окей. Но только у нас есть небольшая проблема, ты притащила четырёх... Опа, вторая, вторая засунулась в пчёл. Там их уже было трое, проблема в том, что ты притащила четырёх пчёл, а в один уль и могут засунуться только три, поэтому нам нужно ещё или уль... Одну убить. Нет, ты с ума сошла, в смысле одну убить? Не проще построить потом новые ульи, а не убивать одну. Ну, кстати, так тоже можно, я ещё предлагаю, на самом деле, вот сюда цветочков побольше, а то три пчелы и, ой, три цветка. Шесть цветков, сзади тебя ещё три, всё нормально. А они не хотят их работать. Они работают на них, оставь их обратно, поставь, ты чё детям цветы ломаешь? Они работают на цветы. Они работают на цветы и на нас тоже работают. Короче, как оказывается, в любом случае, мы читаем все комменты подписчиков, мы читаем все комменты подписчиков. Вот, и нам в предыдущей серии говорили, на самом деле, я как бы сам это знаю, но в любом случае. Нам с тобой... Да как эти ядрить, колотить костры делаются, я всегда забываю. Кать! А, подожди, ща, 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 а, наверное, вот так. А, нет, у него так, собака тупой, тупица, вот это, эти салют, вот так, оказывается, всё в этой жизни работает. Вот, сразу сделаем, давай сразу три костёрчика сделаем, чтобы на всё будущее нам хватило. Вот так вот, здравствуйте, пошли, Катя. Да, ты её отпусти, ты её опять за поводок взяла, отпусти её. Я знаю, она одна осталась без звон, ребят. А, без дома осталась. Короче, как оказывается, Катя, в этой жизни для того, чтобы собирать мёд и чтобы пчёлы тебя не били, их надо зажарить живыми. То есть, прям, смотри, под ними надо поставить костёр. Я не знаю, кто... Ты сейчас убиваешь пчёл? Это не я, реально, в Майнкрафте придумали так, чтобы собрать мёд и чтобы собрать соты, надо под ними поставить костёр, и тогда они тебя не будут атаковать. Но на самом деле, это реально какая-то непонятная логика. То есть, я прям сейчас живьём жарю всех пчёл. Я снова, второй раз за пчёлами, не пойду. Это не я придумала, но реально так работает в Майнкрафте. Сейчас давай я скрафчу ножницы. Сейчас мы дождёмся, когда это всё заполнится мёдом, потом добудем соты. А ножницы-то зачем? Ножницы нужны, чтобы собирать соты, когда это всё заполнится мёдом. Так бутылкой же надо собирать. Нет, реально, кочерыжка, ты перед Новым годом отупела на 10%. Бутылкой мёд собирать. Ножницами соты собирать. Соты. Ё-по-расс... Так, стоп. То есть мы сейчас делаем жаркое из пчёл, идём обедаем, а потом мы параллельно собираем мёд. Да, когда пчёлы зажарятся, после них мы собираем соты, а потом уже можем собрать мёд, а потом можем сделать... А на кой чёрт тебе соты? Я не могу понять. Ты чё, свечки собрался делать, что ли? Соты... Ёхан и бабайка, это слишком сложная ситуация. Соты нужны для того, чтобы сделать искусственные улии, чтобы туда помещалось ещё больше пчёл, дом сделать для пчёл. Всё, ошибка 404. Ерр, до свидания. Это ты, ошибка природы, я не знаю, как тебе уже пистить в этой жизни. Господи, создатели Майнкрафта, вы зачем такую сложную версию придумали? Катя ничего не понимает, ты чё срёшь на меня с неба, пчела? А ну спустись вниз, ты куда так полетела? Она срёт. Она зависла там, походу. Спустись в небес на землю! Алло! Опа! Мёд появился, Кать! Иду, иду, с бутылкой, у меня бутылка есть. Не надо никакую бутылку, мы сейчас соты собирать будем. Я не знаю, сколько раз тебе ещё это сказать надо. Смотри. Нажимаю... Соты. Правой кнопкой беру и нажимаю, и по идее, сейчас мы должны дать ачивку. Почему только тебе ачивку дают? А мне ачивку не дали. А, ничего не дала тебе. И плохо то, что мне дали только три соты. А чтобы сделать новый улей, там нужно вроде... Хотя, подожди, сколько там нужно? Я просто забываю все крафты. Сейчас посмотрим. Сейчас настал момент истины. Или я склерозник майнкрафтовский, или прямо сейчас у меня получится склерозник улей. Да! Да! Кать, у меня улей получился! Отлично! Вон у нас пчёлка уже спать хочет. Вон она, смотри, она в камень. Она в камень упорилась. Опа, опа, ща подожди. Опа, вот так это давай сломаем, это давай поставим и прямо сюда запиндюлим. А, нет, подожди, неправильно построил. Вот так. Ещё один улей. Она сломалась. Тащи её сюда домой, она опять перебухалась. Мы в предыдущей серии выяснили, что когда пчёлы опыляются, они просто бухие в хламину. Их надо доводить до дома, потому что они забыли, где они спят. Давай, давай, давай. Нет, 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 обратно. Давай. В домик, в домик. Какая непослушная. Она опять алкашка наверх летит. Ладно, без разницы. Сейчас я поставлю сюда костёр. Вот так. И у нас уже с тобой есть пчелиное гнездо, есть улей. Это значит, что мы можем разводить вот этих пчёл, когда утро наступит. Ну, пока наши пчёлочки здесь летают, пока пчёлочки добывают мёд, Кать, у меня для тебя есть небольшое такое предложение. Пошли за мной. Опять какое-то предложение. Я уже их боюсь, если честно. Пошли за мной, пошли за мной. Катя, у меня к тебе вопрос. Залезай на стул, на стул, давай, на табуретку. Залезай. Залезь на неё. Вот. Катя, Катя, Екатерина. Да, я всё, я готова. Шо? Скажите нам, пожалуйста, было ли у вас в детстве такое, то, что вы стояли на табуретке и рассказывали стихотворение Деду Морозу, который потом за это стихотворение давал вам подарочки? Конечно, было, мне кажется, у всех такое. Было в детском садике, по крайней мере. Мы с подписчиками для тебя подготовили некоторый подарочек на стримах. Да, не ругайся, пожалуйста, мы опять на стримах играли и опять на стримах готовили тебя подарочек. Так вот, если ты сейчас зачитаешь нам какое-то стихотворение, я тебе отдам этот подарочек. Отлично, я согласна. Давай. Села муха на варенье. Вот и всё стихотворение. Ээээ, БУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ Вот и всё стихотворение, надо вот новогоднее стихотворение. А про муху это не новогоднее. Ну хорошо, хорошо, тогда села новогодняя муха на новогоднее варенье. Вот и всё новогоднее стихотворение. Да, я тебе продемонстрирую, как читать стихотворение, которое я сейчас придумаю за секунду. Хорошо, давай, я посмотрю на тебя, давай. В этот день снежок прекрасный, Дед Мороз летит к нам в дом, стол накрыт, салат, картошка, 10 литров самогон, 3 оленя у нас в джакузи, 2 снегурки под столом, А вот я, Майнкрафт задротский, Новый год встречаю за компом, я это придумал на ходу, чтоб ты понимала, слушай, может мне реально поэтом стать, не надо, это реально на ходу пришло, пожалуйста, не надо, вот видишь, у меня 2 снегурки под столом, а у тебя чё, а у тебя ничего, давай рассказывай стихотворение, а то я сейчас твой подарок себе же заберу, Какой подарок, там где опять кость или гнилоплоть, я не знаю Давай рассказывай стихотворение, а потом сама всё увидишь Белые снежинки из неба полетели, на мою ладошку отдохнуть присели Браво, вот, рифмоплёт тебя всё же какой-то да есть, ты просто стесняешься, всё, слазь с табуретки Ага, топорночь, да, подарок? Мне кажется, мне кажется, если мы с тобой найдём звукозаписывающую студию, то мы с тобой такими неплохими рэперами станем Лучше, чем вот это фейсы ваши, там моргенштерны Ну и не надо, без нас этого добра хватает Ну ладно, хорошо, тогда спускайся сюда за мной, Катя, я тебе сейчас кое-что покажу Топали, потопали, вот сюда, вниз, не надо бросаться, не надо бросаться, пошли, да не надо, пошли сюда, Катя Короче, смотри, мы тебе подготовили этот подарок для того, чтобы ты в новогоднюю ночь осуществила свою мечту О которой ты мечтаешь уже на протяжении всего года Ээээ, то есть, я не знаю, о чём я мечтаю на протяжении всего года, но давай, мне интересно Заходи в этот верхний сундук и смотри С этим рудом? Да Семь стаков золота, которые мы с подписчиками добыли на предыдущем стриме в субботу Это тебе для того, чтобы ты построила золотой сральник своей мечты 50 алмазов, офигеть, я в шоке Я тебе не алмазы показываю, я тебе золото показываю А между прочим, я сюда добавлю ещё своих 36 селитков золот, потому что я тоже добывала Ну, так вот, смотри, сколько у тебя золота Там даже мне золотой сральник получится построить, не только тебе, понимаешь? Это просто бьютифул Ты крэйзи, конечно Просто Пойдём строить Всё, я прям сейчас иду и строю Не надо прям сейчас, для этого будет отдельная серия Пошли, у нас в этой серии пчёлы И пчелиная ферма Давай посмотрим, добыли ли они там чё-то или нет Эти пчёлы до ремонта, они меня вбесят Так, подожди, подожди, подожди Я тебе предлагаю, или всё же сначала Мёд! Собака, я хотел достижения получить! Пора подкрепиться Не-не-не, не кушай, не кушай Главное, пока что не кушай Сколько у тебя бутылок мёда? Всего лишь одна, да? Одна, да А надо бы, получается, четыре Если четыре, тогда мы с тобой сможем сделать медовый блок Блок медовый? Да А что из него строить? Ну, потом я тебе покажу Но, наверное, в этой серии мы не сможем построить его А вот эту лестницу из мёда Я потом, как и продемонстрирую Это всё, как это работает Лестница из мёда, господи, куда я попала? У тебя там с головой всё нормально? В смысле? В прямом? Да А это чё такое? Тапа и тапа И потом у нас получается Тапа и тапа Давайте Детей Детей Надо больше пчёл Больше пчёл Больше мёда Вот это лучше бизнес Моя очередь Опа Поздравляю Мы с тобой получили опять достижения в этой серии Надо отметить Бизнес процветает Пчёлы развиваются Улии строятся Это значит, что через детскую серию у нас здесь уже будет просто Километровая вот такая очередь из пчёл Которые будут нам доставлять мёд Вот сюда, в эти все улии Катюха, подойди сюда, пожалуйста Секундочку Я делаю снежный блок И на кой чёрт? Чтобы у пчёл создавалось ощущение зимы и нового годнего настроения, как говорится Вот Ой, я думаю Ой Самое Самое верное моё пожелание на Новый год, Деда Морозу Это Это волосики на Новый год Подари, пожалуйста, Деда Морозу Ой, хорошо Нормальные люди на Новый год просят айфоны, плейстейшены, лего и там новые кампукеры А, пожалуйста, Дед Мороз, подожди Ой, вот это На Новый год, если можно, немножко волосиков на бошку, потому что мы их прококундели из-за подписчиков, которые... Ой, будь здорова, будь здорова Из-за подписчиков, которые нам писали в комментариях, чтобы мы с Катей вот это... Ой, постриглись на лысо, вот, да Ой, какой вкусный мёдик Ой, прям вообще, прям отменный, отменный мёд у нас получается, Катя Кажется, у меня на него аллергия А чё ты бухаешься, если у тебя на него аллергия? Короче, подписывайтесь на канал, чтобы пропускать наши новые серии с Екатериной к квадропопикам И вот это, вот это, серии не пропускать, новогоднее настроение, вот это, получать Вот это, бухаем Да, всё, всем мёда, всем мёда Всем мёда, всем вот это, накрывайте стол, мы скоро придём Хорошо, хорошо, пошёл, хорошо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok